Привет, бро, меня зовут Пози, и добро пожаловать в побег из суперсемейки, а точнее побег от суперсемейки, а точнее побег в суперсемейку, а точнее... Я даже не знаю, как это назвать. В общем, давненько у нас не было эскейпов, и я подумал, почему бы нам с вами не возобновить наше похождение по эскейпам. И прямо сейчас я нахожусь на спавне. Это одна из самых безумных карт, которую я вообще видел за последнее время. Посмотрим, насколько она длиннючая, и посмотрите, сколько здесь испытаний. Почти на каждом чекпоинте есть какие-то донатовские штучечки, но покупать мы их, разумеется, не будем. Мы же с тобой не долбанутые на эскейпах покупать донатовские штучки. Итак, здесь начинается наше прохождение. Поехали. Уоооу! Ладно, это было забавно. Мы забавно скатились. Не на ютюбе, конечно, а в роблоксе. Нет, точнее, не в роблоксе. Просто скатились с горки. Итак, мы с тобой пришли к уровню змейки. Мы не будем с тобой останавливаться на этих чекпоинтах. Устроим с тобой дикий спидран. Попытаемся пройти всю эту карту за 10 минут. Надеюсь, мы с тобой уложимся. Мне кажется, что мы не сможем это сделать, но мы созданы для того, чтобы выполнять неуполнимое. И поэтому нам нужно с тобой эту шкалу прогресса как можно больше и быстрее ускорять. Вот тут у нас наверху идут все наши уровни. Я уже прошел 5 уровней из 100. Это будет очень сложно. 100 уровней челлендж. Ты представляешь? Мне кажется, все, кто приходили когда-либо эту карту, просто сходили с ума. Потому что бывает однотипный уровень. Ты видел? Ты видел, что там под землей? Ты это вид... Во-во-во-во! Что это такое? Это следующая карта? Или... Хм... Подозрительно? Не знаю, что это там такое. Возможно, разработчики просто какие-то разработки карты оставили там под землей. Тестировали карту, мапу, расстояние между блоками. Или же это проделки иллюминатов. Что более вероятно? Паркур, паркурчик, паркурчик. Итак, 10 уровней мы прошли с тобой за 2 минуты. Мне кажется, минут за 20 мы точно сможем это пройти. Я помню, что я проходил мега-фан-обби полторы тысячи уровней. И я помню, что я на это потратил часа, наверное, 4, если не больше. Столько уровней пройти просто нереально. И пока мы с тобой бежим, мы должны с тобой угадывать еще. Здесь еще нужно угадывать блоки, по которым нужно идти. Так, 2 черных. Один белый блок. Скорее всего, еще один белый. Нет, 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 один белый. Потом несколько черных, скорее всего. Это, знаете, такое чередование классическое. Хотя давай мы с тобой затестим. Да, по-любому черненький блок. И я смогу здесь допрыгнуть. Ааа, это был белый блок. О май гад. Окей, интересненько, интересненько. Интересненько придумали. Если мы не будем долго стопариться на одних и тех же уровнях, то мы справимся достаточно быстро. Уровни потихонечку усложняются. Смотри, стрелочка нам показывает, что там следующий чекпоинт. Ты понимаешь, сколько тебе еще проходить, а Позь? Ты представляешь, сколько тебе еще проходить? 14 уровень я уже несколько раз слился, но меня это не останавливает. Ху, мне кажется, такие карты лучше проходить всего на стримах каких-нибудь, потому что, когда ты стримишь, время идет незаметно. Поэтому, если вы хотите, чтобы я прошел здоровенную обе карту, то поставьте свой лайкосик под этим роликом. Возможно, в скором времени будет стрим. По-оранжевым? окей по оранжевым так по оранжевым хорошо я просто буду нон-стоп паркурить готовенько мы с тобой распрыгались это бы не хопчик невидимые блоки которые не совсем невидимы и это было просто 20 уровень о май гад о май гад гайс я профессионал профессионал из май профессионал эти блоки похожи на какие-то майнкрафт блоки здесь на самом деле много всяких уровней которые позаимствованы с других обе к более маленьких где там все по 25 30 уровней но поскольку я хардкорщик я люблю проходить все когда гипер сложно так красный скорее всего желтый нет 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 опять красный так 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 нет не красный синий у ты меня не перехитришь и зеленый о и а я уже кого-то догнал следующего давай показываю какой здесь блок правильный ага не этот блок так не желтый зеленый киевик куда ты дальше пойдешь точно не синий скорее всего красный да это будет красный затем у нас будет идти желтый нет 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 зеленый да ладно синий о май гад это будет синий блок и тут будет скорее всего уж точно желтый да опять не желтый опять синий так куда ты пойдешь иди по зеленому иди по зеленому давай я запранкуем мы ее патролим немного давай 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 ладно ты угадал молодчинка давай пятюньку а те кто из нас впервые пройдет с тобой этот паркур паркур для настоящих хардкорщиков нон-стоп нон-стоп смотри как моя мышка двигается мне кажется какой-нибудь дым мастер здесь будет просто отдыхать так иди в правую дверцу ты хочешь пойти в правую дверцу давай о о май гад ты угадала скорее всего еще раз эта дверца так вот эта дверца дальше эта дверца это а так эти штуки нас не убивают так это же вообще просто смотри как она на смекалочку играть о ее ее ускорение так ну тут уж конечно же проходить в прыжках и есть я вырвался вперед красные блоки и уничтожит или меня уничтожит то что я очень неаккуратно играю в такие моменты моя логика отключается так нужно пройти и не дотрагиваться до стеночек просто до спарки это же просто и не умеешь играть в роблокс спарки успокойся забираемся по этим странным конструкциям не помню как они называются и опять мой скин куда ты исчез ты куда исчезаешь почему у меня какой-то странный зеленый скин он мне не нравится это плохой образ для моего персонажа о нет кажется я погиб так еще раз еще раз еще раз давай 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 это сложный левел сложный здесь просто так не получится спидран спидран ребята без остановки просто пройти сквозь черную арку вы серьезно что это за чувачки у них же просто костюм из супер семейки кстати скоро выходит этот мультик и я надеюсь что какие-нибудь креативные авторы сделают какую-нибудь обе карту с сюжетом по супер семейки знаю что уже одна такая существует но все-таки вторая часть это уже немного другое плюс я помню что я очень часто лет пять назад проходил супер семейку вторую часть там где был крот это супер злодей если ты проходил эту игрушку то можешь написать в комментарии ну а я когда ее проходил я ее проходил тысячу раз и с багами мне нравилось за ледяного чувака который там на айсмен вроде так его называют проваливаться куда за текстурки на это будет для тебя очень полезная информация так что пройди эту игрушку позе даете ценные советы и тем временем ты можешь обратить внимание на мои глаза я даже не моргаю 40 чекпоинт так ну в принципе почти 50 процентов почти 50 процентов прошли за достаточно короткие тайминги я у нас на каком левеле я на 41 давай попытаемся догнать чувака который находится на первом месте он на 63-м левеле мы его с тобой обгоним да еще и перегоним 10 тысяч раз 42 чекпоинт долго собирался тяк 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 давай 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 вот так вот просто по красоте по красоте позе у нас красавчик мастер оби спидранер очень скоро будет 50 процентов давай 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 чуть не догаснулся до этой красной штуковины так я до нее не дотронулся тут наверное просто нужно бежать вот по этим штуковином нет не пришлось бежать по ним нужно было просто пройти мимо и вуаля 47 уровень а все-таки споткнулся на на банановой кожуре ну как обычно это все марио постарался но в смысле это странно о диванчики летающие диваны и шоколада невидимая стенка возможно эту карту составлял тролль сотового уровня и сделал такую нам невидимую преграду на самом деле диваны с подковыркой лучше когда ты прыгаешь на этот диван то тебе нужно заранее стопиться в воздухе иначе ты отлетишь обратно желтые блоки очень сильно сливаются опять эти смертельные плиты появились до этого были блоки по которым можно было ходить а сейчас вы сделали смертельные плиты да ладно так ладно в принципе у меня есть тактика я ей буду придерживаться нет не долетел не долетел не долетел буквально пяти миллиметров фуф я потею когда ты пытаешься проходить этот левел просто на скоростях ничегошеньки не получается вот сейчас я немного застопорился но я думал так сокращу время но как говорится пытаешься пройти быстрее получается еще хуже 51 чекпоинт ровно 51 процент с того момента как мы начали посмотри сколько мы уже прошли вот реально серьезно очень много это была такая знаете минутная пауза я готов двигаться дальше я стану киберспортсменом в роблоксе буду первым киберспортсменом который участвует в соревнованиях по роблоксу можно даже устраивать подписчиками какой-либо спидран главное чтобы все играли вот без этих допингов без всяких топингов обещаю что донатить робоксы я не буду устроим соревнования этого для альберта челлендж чего чего то простите ну по идее если на этой штуке не останавливаться то есть шанс пройти у кого-то лажа микро лажа чисто на рандоме прошел чисто на рандоме по идее это определенно баг потому что я до нее дотрагивался и умирал так не должно было быть по идее там должны были быть эти голубые блоки но и почему-то не было 57 уровень под 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 уровни становятся достаточно долгими интересно что же здесь будет за финальный левел я не буду посматривать потому что не хочу знать что у нас ожидает в конце но видимо там будет какой-нибудь кибер сложный сюрприз в этой обе карте совмещены абсолютно все испытания хотя я помню проходил опять же интерактивные обе карты и там были всякие знаете юпитер и и проще ну то есть просто интересные ловушечки интересные ловушки к сожалению здесь таких нету хотя возможно я просто до них не дошел но пока что не наблюдается он там шире дальше я вижу чувака который на 75 уровне он остановился так нужно нужно ускориться нужно ускориться нужно его догнать так 62 лаван окей сдаваться не будем вот так вот лонг жампа пошли лонг жампы один успешный лонг жамп чуть не умер чуть не умер я немного испугался не обращай на меня внимание я выглядел сейчас достаточно странно влево вправо влево вправо так угадываем блоки я буду прыгать вот по этим желтым блоком и мы с тобой сделали правильный выбор что это за такие плиты выдвижные на них можно ступать нет я не хочу экспериментировать вроде бы нормально с тобой проходим так 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 сейчас будут исчезать блоки бежим 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 бегом-бегом-бегом-бегом так какой блок вот этот блок он еще не исчез вперед период без остановки есть так здесь наверно под ускорением нужно проходить а нет это это было слишком просто 68 лаву давай позе давай 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 не сдавайся напрягись я слишком долго смотрю на экран в одну точку потому что я сосредоточен я хочу побить рекорд по прохождению этой карты чувак на 7 седьмом уровне до сих пор стоит кажется на одном месте мы его сейчас можем догнать у нас есть все шансы у нас есть стопроцентные шансы чтобы вы понимали мы его настолько быстро догоняем что еще буквально минут пять назад у нас была разница в 20 уровней теперь всего лишь в 7 уровней так 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 здесь нужно прыгать по желтым поки от стеночки рикошетик пробежался по этой палочке чуть не упал вниз и паркур пройден вот это было уже что-то поинтереснее это уже было по интерактивней по этой линии я не вижу смысла долго идти по зеленым тоже нет смысла нет смысла останавливаться а вот если бы остановился все было бы нормально я сбился на секундочку не 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 он там наверное уже несколько уровней прошел нужно не останавливаться 5 уровней разница 5 держите за меня кулачки братьюня сейчас твои кулачки мне очень сильно помогут потому что шансов почти не осталось ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй вот такие уровни я тоже не люблю потому что как всегда ты проваливаешься в эту трещину не прокатило не прокатило позе слишком много таких карт уже прошел поэтому он настолько при наворочил свой скилл что а где ускорение смысле просто долгие плиты вы серьезно так понятно почему так долго проходил этот уровень он уже на 84 чекпоинте надеюсь он не пропускает уровне не нажимает на кнопочку скип стейдж очень надеюсь на это готово 80 уровней позади надеюсь мы с тобой не придем в конце какому-нибудь телепорту и не телепортируемся на продолжение этой карты что очень часто бывает нет надеюсь этого не будет так стоп а это что-то просто не так сделали их прикольно о о чуть не упал не 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 так вот тут я тоже не облажаюсь вот тут самое сложное о май гад ты видел я пяточкой докоснулся и опять же не умер тонкие блоки но это вообще изи а нет это было не изи даже ящерица слетела с меня нет 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 с ящерка мы дойдем до самого конца я спасу тебя из этого опасного мира супер семейки вот прикинь это тренировочный лагерь супер семейки да кстати в принципе теперь понятно почему здесь название супер семейка мне кажется здесь они прокачивают свой скилл перед мультиками следующими 85 лэвл давай 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 да 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 это будет сложно это опять же будет сложно здесь просто так не перепрыгнешь так направо налево направо налево направо налево я просто зажимаю w я даже не нажимаю направо налево я просто нажал кнопку вперед и прыгал и поворачивал камерой периодически это знаете самый стопроцентный проверенный вариант если ты понимаешь что ты можешь с каким-то испытанием не справиться он на 92 уровне давай давай я тебя догоню 93 левел у него уже он уже почти финале шишин шиш так 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 я должен ускориться надеюсь он на каком-нибудь уровне запнется кажется он финиширует первым ну ладно это неважно я по-любому быстрее его прошел эту карту потому что скилл скилл братюня это скилл ты должен прокачивать свой скилл в паркуре потому что во многих режимах он тебе может пригодиться например в каких-нибудь пвп режимах где ты батлишься с кем-нибудь на мечах каких-нибудь ты должен верить в то то что паркур спасает мир что это за странные блоки в чем их смысл просто были не уже поставили так он меня видимо ждал он меня видимо ждал вау вау ты вела щути провалился так у меня подождал о дружище я вижу что это вот но в принципе это можно пройти в прыжках знаете ли если вдвоем не прыгать то в принципе это можно было пройти это можно было пройти он застопривался на этом левеле так давай 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 самоуничтожайся ты должен проходить все с одного раза вот и видел я один раз прыгнул на одном и том же месте я его подкинул очень даже так неплохо какой-то непроходимый левел нереально сложный уровень слушай наконец-то наконец-то на протяжении всей этой карты появился нереально сложный левел я же ведь тогда почти дошел до конца они специально сделали такую запинку ты понял ты понял в чем прикол они специально сделали они это специально сделали не 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 даже не думай так ладно сейчас он уничтожится есть 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 спидран не получается не получается четкий спидран может быть стоит сокращать углы вот так вот почти почти это сделал почти какой-то супер хард левел есть кто сказал что это супер хард левел я его прошел ну что ж дружище увидимся с тобой на финише этот вкус победы этот сладкий вкус победы да это был сложный левел это был реально хардкорный левел но опять же я ненадолго на нем застрял стоило только немного все под рассчитать немного покривляться своим фейсом и все мы с тобой это сделали 97 л вон я вижу уже финиш я вижу праздничные качельки 97 о май гад о май гад пози ты это сделал ты это сделал 20 минут мне ровно потребовалось на то что пройти эту карту так эти платформы видимо исчезают поэтому лучше буду делать вот такие вот прыжки потому что так мы экономим время девяносто девятый левел да просто финишная прямая это не самый сложный лаву который мы с тобой проходили и сотый левел мы с тобой прошли эту карту ты понимаешь сотый левел я выиграл я выиграл я выиграл я выиграл как выдра давай покачаемся на этих качелечках что они как-то не раскачиваются но и ладно возьмем себе какой-нибудь шлем шлем победителя нам нужна корона тот чувак так и не может пройти тот уровень ха запнулся не получился у тебя спид ранчик вот настоящий профессионал спидранов на голове у меня нубасике ну басики завоевателя можем столь полетать на этой штуке а ооооооооао выбью себя за текстурки давай полетел ладно ну что ж на этом мой спидран подходит концу если ты хочешь продолжение моих спидранов то обязательно поставь свой лайк и подпишись на мой канал если ты еще не подписан Оставайся таким же крутым и веселым и увидимся с тобой в следующих видео. Адьос!